С историческим постоянством греко-римские борцы со всей страны принимают участие в турнире основоположника Омской школы Юрия Сапожникова. Уже более полувека мемориал объединяет амбициозных спортсменов в борьбе за награды, которые здесь когда-то завоевывали российские легенды Карелин, Мамиашвили и омские чемпионы Суворов, Игнатенко и Попов. Сегодня турнир сохранил свой элитный статус и даже сменил прописку, расположившись в Омском велотреке. Особенно приятно сегодня в новом формате посмотреть проведение этого соревнования именно здесь, в нашем велотреке, который открывал в прошлом году министр спорта России Мутко. Поэтому великолепный зал, интересно по-новому смотрятся все соревнования, все схватки. Более 70 атлетов из разных регионов России и Казахстана укрепляли лидерство в восьми весовых категориях. И рядом с начинающими спортсменами боролись звезды греко-римской борьбы. После длительного перерыва в состязаниях участвовал олимпийский чемпион 2008 года Назир Манкиев. Но молодежь дала ему серьезный отпор и не пасовала перед титулами. Когда большой перерыв бывает, очень тяжело форму набрать. Как раз в турнир хороший вариант был, чтобы набрать форму и потихоньку, потихоньку. Главное я даже не ставил выиграть, не выиграть, просто пробороться, выложиться до конца. Красноярские борцы бесспорно стали украшением омских состязаний. Высокая квалификация и опыт по традиции помогли им получить чемпионские титулы и показать высочайший уровень мастерства. Каждая схватка с каждым соперником складывается по-разному, поэтому нельзя сказать, что легко или сложно. Иначе, чем предыдущие, молодые ребята растут, поэтому с каждым разом с ними сложнее бороться. В Бомск часто приезжаем порядка двух раз в год на турнир Сапожникова и Крикухи, поэтому здесь не первый раз опыт есть. Хозяева турнира не только ярко смотрелись на ковре, но и результативно выступили. Два золота и 12 серебряных и бронзовых медалей в копилке омичей. А лидеры сборной Адлет Телюбаев и Илья Павлов на домашнем турнире выполнили норматив мастера спорта России.